Библия или Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета В русском переводе Издание Московской Патриархии Москва 1956 год По благословению Патриарха Московского Сеаруси Алексея Ветхий Завет Первая книга Моисеева Бытие Глава первая Вначале сотворил Бог небо и землю Земля же была безвидна и пуста И тьма над бездною И Дух Божий носился над водою И сказал Бог Да будет свет И стал свет И увидел Бог свет, что он хорош И отделил Бог свет от тьмы И назвал Бог свет днем, а тьму ночью И был вечер и было утро день один И сказал Бог Да будет твердь посреди воды И да отделяет она воду от воды И стало так И создал Бог твердь и отделил воду, которая под твердью от воды, которая над твердью И стало так И назвал Бог твердь небом И увидел Бог, что это хорошо И был вечер и было утро день второй И сказал Бог Да соберется вода, которая под небом в одно место и доявится суша И стало так И собралась вода под небом в свои места И явилась суша И назвал Бог сушу землею А собрание вод назвал морями И увидел Бог, что это хорошо И сказал Бог Да произрастит земля зелень И сказал Бог И дерево плодовитое приносящее породу своему плод В котором семя его на земле И стало так И произвела земля зелень И дерево плодовитое приносящее плод В котором семя его породу его на земле И увидел Бог, что это хорошо И был вечер И было утро День третий И сказал Бог Да будут светила на тверде небесной Для освещения земли И для отделения дня и от ночи И для знамений И времен И дней И годов И да будут они светильниками на тверде небесной Чтобы светить на землю И стало так И создал Бог два светила великие Светила большее для управления днем И светила меньшее для управления ночью И звезды И поставил их Бог на тверде небесной Чтобы светить на землю И управлять днем и ночью И отделять свет от тьмы И увидел Бог, что это хорошо И был вечер И было утро День четвертый И сказал Бог Да произведет вода Присмыкающихся Душу живую И птицы Да полетят над землей По тверде небесной И стало так И сотворил Бог Рыб больших И всякую душу Животных Присмыкающихся Которых произвела вода Породу их И всякую Птицу пернатую Породу ее И увидел Бог Что это хорошо И благословил их Бог Говоря Плодитесь И размножайтесь И наполняйте воды в морях И птицы да размножаются на земле И был вечер И было утро День пятый И сказал Бог Да произведет земля Душу живую Породу ее Скотов И гадов И зверей земных Породу их И стало так И создал Бог Зверей земных Породу их И скот Породу их И всех гадов земных Породу их И увидел Бог Что это хорошо И сказал Бог Сотворим человека По образу нашему И по подобию нашему И да владычествуют они Над рыбами морскими И над птицами небесными И над зверями И над скотом И над всей землею И над всеми гадами Присмыкающимся по земле И сотворил Бог человека По образу своему По образу Божию Сотворил его Мужчину и женщину Сотворил их И благословил их Бог И сказал им Бог Плодитесь И размножайтесь И наполняйте землю И обладайте ею И владычествуйте Над рыбами морскими И над зверями И над птицами небесными И над всяким скотом И над всей землею И над всяким животным Присмыкающимся по земле И сказал Бог Вот Я дал вам Всякую траву Сеющую семя Какая есть На всей земле И всякое дерево У которого Плод древесный Сеющий семя Вам сие Будет в пищу А всем зверям Земным И всем птицам Небесным И всякому гаду Присмыкающимся по земле В котором души Душа живая Дал я Всю зелень Травную В пищу И стало так И увидел Бог Все что он создал И вот хорошо Весьма И был вечер И было утро День шестой Глава Вторая Так совершены небо И земля И все воинство их И совершил Бог К седьмому дню Дела Своих Которые он делал И почил в день седьмой От всех дел своих Которые делал И благословил Бог Седьмой день И осветил его Ибо он и почил От всех дел своих Которые Бог Творил и созидал Вот Происхождение Неба И земли Присотворение их В то время Когда Господь Бог Создал землю И небо И всякий полевой Кустарник Которого еще не было На земле И всякую Полевую траву Которая еще не росла Ибо Господь Бог не посылал Дождя на землю И не было человека Для возделывания земли Но пар Поднимался с земли И орошал Все лицо земли И создал Господь Бог Человека Из праха земного И И Сунул в лицо Его дыхание Жизни И стал Человек Душою Живою И Насадил Господь Бог Рай в Эдеме На востоке И поместил там Человека Которого Создал И Произрастил Господь Бог Из земли Всякое Дерево Приятное На вид И Хорошее Для пищи И Дерево Жизнь Посреди Рая И Дерево Познания Добра И зла Из Эдема Выходила река Для орошения Рая И Потом Разделялась На четыре реки Имя одной Фессон Она Она Обтекает всю землю Хавила Ту где золото И золото той земли Хорошее Там Бдалах И камень Оникс Имя Второй реки Гехон Геон Она Обтекает всю землю Куш Имя Третьей реки Хидекель Тигр Она Протекает Пред Ассирию Четвертая река Ефрат И Взял Господь Бог с человека Которого создал И поселил его В саду Эдемском Чтобы Возделывать Его И хранить его И заповедовал Господь Бог Человеку Говоря От всякого Дерева в саду Ты будешь есть А от дерева Познания Добра и зла Не ешь От него Ибо В день В который Ты вкусишь От него Смертью умрешь И сказал Господь Бог Бог Не хорошо Быть человеку Одному Сотворим ему Помощника Соответственного Ему Господь Бог Образовал из земли Всех животных Полевых И всех птиц небесных И привел их к человеку Чтобы видеть Как он назовет их И чтобы Как наречет человек Всякую душу Живую Так И было Имя ей И нарек человек Имена всем скотам И птицам Небесным И всем Зверям Полевым Но для человека Не нашлось Помощника Подобного ему И навел Господь Бог на человека Крепкий Сон И когда Он уснул Взял Одно из Ребр его И закрыл То место Плотию И Создал Господь Бог Из ребра Взятого у человека Жену И привел Ее к человеку И сказал Человек Вот Это кость От костей Моих И плоть От плоти моей Она будет Называться Женою Ибо взята От мужа Своего Потому Оставит человек Отца своего И мать Свою И прилепится К жене Своей И будут Два Одна плоть И Были Оба Наги Адама Жена Его И не стыдились Бытие Глава Третья Змей был хитрее всех зверей полевых Которых создал Господь Бог И сказал змей жене Подлинно Подлинно ли сказал Бог Не ешьте ни от какого дерева в раю И Сказала Жена змею Плоды С дерев Мы можем есть Только плодов Дерево Которое среди рая Сказал Бог Не ешьте их И не прикасайтесь к ним Чтобы вам не умереть И сказал змей жене Нет Не умрете Но знает Бог Что в день В который вы вкусите их Откроются глаза ваши И вы будете как Боги Знающие добро и зло И увидела жена Что дерево Хорошо для пищи И что оно приятное для глаз И вожделенно Потому что дает знания И взяла плодов его И ела И дала также мужу своему И он ел И открылись глаза у них обоих И узнали они Что наги И шили смоковные листья И сделали себе поясание И услышали голос Господа Бога Проходящего в раю Во время прохлады дня И скрылся Адам и жена его От лица Господа Бога Между деревьями рая И возвал Господь Бог К Адаму И сказал ему Адам Где ты Он сказал Голос твой я услышал в раю И убоялся Потому что я наг И скрылся И сказал Бог Кто сказал тебе Что ты наг Не ел ли ты от дерева С которого я запретил тебе есть Адам сказал Жена Которой ты мне дал Она дала мне дерево И я ел И сказал Господь Бог жене Что это ты сделала Жена сказала Змея обольстил меня И я ела И сказал Господь Бог змею За то что ты сделал это Проклят ты Пред всеми скотами И пред всеми Зверями полевыми Ты будешь ходить на чреве твоем И будешь есть прах Во все дни жизни твоей И вражду положу между тобою И между женою И между семенем твоим И между семенем ее Оно будет поражать тебя в голову А ты будешь жалить его в питу Жене сказал Умножая умножу скорбь твою В беременности твоей В болезни будешь рождать детей И к мужу твоему Влечение твое И он будет Господствовать над тобою Адам уже сказал За то что ты Послушал голоса Жены твоей И ел от дерева О котором я Заповедовал тебе Сказав Не ешь от него Проклята земля За тебя Со скорбью Будешь питаться От нее Во все дни жизни Твоей Терния и волшцы Произрастит она тебе И будешь питаться Полевою травою В поте лица твое Будешь есть хлеб Да коли не Возвратишься в землю Из которой Ты взят Ибо Прах ты И в прах Возвратишься И нарек Адам имя Жене своей Ева Ибо она стала Матерью всех Живущих И сделал Господь Бог Адаму и жене Его одежды Кожаные И одел их И сказал Господь Бог Бог Адам стал Как один из нас Зная добро и зло И теперь Как бы не простер Руки своей Не взял так же От дерева жизни И не вкусил И не стал Жить вечно И выслал его Господь Бог Из сада Эдемского Чтобы возделывать Землю Из которой Он взят И изгнал Адама И поставил На востоке У сада Эдемского Херувима И пламенный меч Обращающийся Чтобы охранять Путь К дереву Жизни Бытие глава 4 Адам познал Еву жену свою И она зачала И родила Каина И сказала Приобрела я Человека От Господа И еще родила Брата его Авеля И был Авель Пастырь Овец А Каин был земледелец Спустя несколько времени Каин принес От плодов Земли Дар Господу И Авель Также принес От первородных Стадо своего И оттука их И призрел Господь На Авеля И на дар его А на Каина И на дар его Не призрел Каин Сильно огорчился И поникло Лицо его И сказал Господь Бог Каину Почему ты огорчился И от чего Поникло Лицо твое Если делаешь Доброе То не поднимаешь ли лица А если не делаешь Доброго То у дверей Грех лежит Он влечет Тебя к себе Но ты Господствуй над ним И сказал Каин Авелю Брату своему Пойдем в поле И когда они Были в поле Восстал Каин Авеля Брата своего И убил его И сказал Господь Бог Каину Где Авель Брат твой Он сказал Не знаю Разве я Сторож Брату моему И сказал Господь Что ты сделал Голос крови Брата твоего Вопиет ко мне От земли И ныне Проклят ты От земли Которая Отверзла Уста свои Принять кровь Брата твоего От руки твоей Когда ты будешь Возделывать землю Она не станет Более давать силы Для тебя Ты будешь Изгнанником И скитальцем На земле И сказал Каин Господу Богу Наказание мое Больше нежели Снести Можно Вот ты теперь Сгоняешь меня С лица земли И от лица твоего Я скроюсь И буду изгнанником И скитальцем На земле И всякий Кто встретится Со мною Убьет меня И сказал ему Господь Бог Зато Всякому Кто убьет Каина Отмстится Всемиры И сделал Господь Бог Каину Знамение Чтобы никто Встретившись с ним Не убил его И пошел Каин От лица Господня И поселился В земле На восток От Эдема И познал Каин Жену свою И она защила И родила И построил он город И назвал город По имени Сына своего Енох У Еноха Родился Ирад Гайдад Ирад Родил Михиаэля Малилиила Михиаэль Родил Мафусала Мафусала Родил Ламеха И взял себе Ламех две жены Имя одной Ада И имя Второй Цилла Села Ада родила И овала Он был отец Живущих в шатрах Со стадами Имя брата его Иувал Он был отец Всех играющих На густях И свирели Цилла Также родила Тувалкаина Фанела Который был Кавач Всех орудий Из меди И железа И сестра Тувалкаина Наема И сказал Ламех Женам своим Ада и Цилла Послушайте Голоса моего Жены Ламеховы Внимайте Словам моим Я убил Мужа В язву мне И отрока В рану мне Если за Каина Отмстится В семеро То за Ламехов Семьдесят раз В семеро И познал Адам Еще Еву Жену свою И она родила сына И нарекла ему Имя Сиф Потому что Говорила она Бог положил мне Другое семя Вместо Авеля Которого Убил Каин У Сифа Также родился сын И он нарек ему Имя Енос Тогда начали призывать Имя Господа Бога Бытие Глава 5 Вот родословие Адама Когда Бог сотворил Человека По подобию Божию Создал его Мужчину и женщину Сотворил их И благословил их И нарек им имя Человек В день сотворения их Адам жил Сто тридцать Двести тридцать лет И родил сына По подобию своему И по образу своему И нарек ему Имя Сиф Дней Адама По рождению им Сифа Было восемьсот Семьсот Лет И родил он Сыновы дочерей Всех же дней Жизни Адама Было девятьсот тридцать лет И он умер Сиф жил Сто пять Двести пять лет И родил Еноса По рождению Еноса Сиф жил Восемьсот семь Семьсот семь лет И родил Сыновы дочерей Всех же дней Сифовых Их было девятьсот Двенадцать лет И он умер Енос Жил девяносто Сто девяносто лет И родил Кайнана По рождению Кайнана Енос Жил восемьсот Семьсот 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 И родил сынов и дочерей. Всех же дней Каинана было 910 лет, и он умер. Малилиил жил 65 лет и родил Яареда. По рождению Яареда Малилиил жил 830 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Малилиила было 895 лет, и он умер. Иаред жил 162 года и родил Яноха. По рождению Яноха Иаред жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Яареда было 962 года, и он умер. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала 300-200 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Яноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Мафусал жил 187 лет и родил Ламеха. По рождению Ламеха Мафусал жил 782 года и родил сынов и дочерей. Всех же дней Мафусала было 969 лет, и он умер. Ламех жил 182 года и родил сына. И нарек ему имя Ной, сказав, он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которой проклял Господь Бог. И жил Ламех по рождению Ноя 595-565 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Ламеха было 777-753 лет, и он умер. Ною было 500 лет и родил Ной трех сынов – Сима, Хама и Иофета. Глава 6 Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую их кто избрал. И сказал Господь Бог, не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбил в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, а с человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа Бога. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный, вроде своем. Ной ходил перед Богом. Ной родил трех сынов. Сима, Хама и Иофета. Но земля растлилась перед лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И возрел Господь Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Господь Бог Ною, конец всякой плоти пришел перед лицом мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гафер, а отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолою, внутри и снаружи, и сделай его так. Длина ковчега триста локтей, ширина его пятьдесят локтей, а высота его тридцать локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его. Устрой в нем нижнее второе и третье жилье. И вот, я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобой я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Введи та же ковчег и всякого скота, и всех гадов, и всех животных, и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобой в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. Из всех птиц породу их, и из всех скотов породу их. Из всех присмыкающихся по земле породу их. И всех по паре войдут к тебе, чтобы остались с тобой в живых с тобою. Мужеского пола и женского. Ты же возьми себе всякой пищи, какой питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищей. И сделал Ной все, как повелел ему Господь Бог, так он и сделал. Глава седьмая. И сказал Господь Бог Ною, Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным передо мною, вроде семь. И всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского. И из скота нечистого по два мужеского пола и женского. Также из птиц небесных чистых по семи, мужеского пола и женского. И из всех птиц нечистых по две, мужеского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Ибо через семь дней я буду изливать дождь на землю сорок дней и сорок ночей. И истреблю все существующее, что я создал с лица земли. Но и сделал все, что Господь Бог повелел ему. Ной же был шестисот лет, как потоп водный пришел на землю. И вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сыновь его с ним в ковчег от вод потопа. И из птиц чистых, и из птиц нечистых, и из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из зверей, и из всех присмыкающихся по земле. По паре мужеского пола и женского вошли к Ною в ковчег, как Господь Бог повелел Ною. Через семь дней воды потопа пришли на землю. В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый, двадцать седьмой день месяца, в сей день разверзли все источники великой бездны, и окна небесные отворились. И лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей. В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, Хам, и Афет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и три жены сыновь его с ними. А они, и все звери земли по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, присмыкающиеся по земле по роду их, и все летающие по роду их, все птицы, все крылатые. И вошли к Ною в ковчег по паре мужеского пола и женского от всякой плоти, в которой есть дух жизни. И вошедшие к Ною в ковчег мужеский и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Господь Бог. И затворил Господь Бог за ним ковчег. И продолжалось на земле наводнение сорок дней и сорок ночей. И умножилась вода и подняла ковчег, и он возвысился над землею. Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле. И ковчег плавал по поверхности вод. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На пятнадцать локтей поднялась над ними вода, и покрылись все высокие горы. И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле. И птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности всей земли, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных. Все истребилось с земли, остался только Ной, и что было с ним в ковчеге. Вода же усилилась на земле сто пятьдесят дней. Глава восьмая И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, и о всех птицах, и о всех гадах, присмыкающихся, бывших с ним в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились. И закрылись источники бездны, и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании ста пятидесяти дней. И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских. Вода постоянно убывала до десятого месяца. В первый день десятого месяца показались верхи гор. По прошествии сорока дней Ной открыл сделанное им окно ковчега. И выпустил ворона, чтобы видеть, убыла ли вода с земли. Который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих, и возвратился к нему в ковчег. Ибо вода была еще на поверхности всей земли. И он простер руку свою и взял его, и принял к себе в ковчег. И помедлил еще семь дней других, и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время. И вот свежий масличный лист во рту у него. И Ной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще семь дней других, и опять выпустил голубя. И он уже не возвратился к нему. С 601 года жизни Нойовой к первому дню первого месяца иссякла вода на земле. И открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел. И вот обсохла поверхность земли. И во втором месяце, к двадцать седьмому дню месяца, земля высохла. И сказал Господь Бог Ною, «Выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены, сынов твоих с тобою. Выведи с собой всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, из скотов и всех гадов, присмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле. И вышел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним. Все звери и весь скот, все гады и все птицы, все движущиеся по земле, по родам своим, вышли из ковчега. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во все сожжение на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь Бог в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сение и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Глава девятая И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. Дострашаться и дотрепещут вас все звери земные, и весь скот земной, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную, даю вам все. Только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой у человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. И сказал Бог Ноя и сынам его с ним, «Вот, я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякой душой живой, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными, поставляя завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». И сказал Господь Бог, «Вот знамение завета, которое я поставляю между мною и между вами, и между всякой душой живой, которая с вами, в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением вечного завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга моя в облаке. И вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякой душой живой, во всякой плоти. И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга моя в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между землею, и между всякой душой живой, во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною, «Вот знамение завета, которое я поставил между мною и между всякой плотью, которая на земле». Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Афет. Хам же был отец Ханаана. Си и трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Ной начал возделывать землю, и насадил виноградник. И выпил он вина, и опенел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, на готу отца своего. И выйдя, рассказал двум братьям своим, Сим же и Афет взяли одежду, и положив ее на плечи свои, пошли задом, и покрыли на готу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали на готы отца своего. Ной проспался от вина своего, и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал, проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих. Потом сказал, благословен Господь, Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Еофета, и да вселится он в шатрах Симовых. Ханаан же будет рабом ему. И жил Ной после потопа 350 лет. Всех же дней Ноевых было 950 лет. И он умер.